Из-за вмешательства азербайджанской стороны подача газа в Арцах вновь была остановлена, сообщили 21 марта в информационном штабе Арцаха. У нас есть достаточные основания утверждать, что во время ремонтных работ взорвавшегося 8 марта газопровода азербайджанская сторона установила вентиль, с помощью которого прекратила подачу газа. О ситуации доложено командованию дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил, совместно с которыми власти прилагают соответствующие усилия для восстановления газоснабжения, говорится в сообщении. В начале марта Азербайджан повредил газопровод в республику, оставив население без газа более чем на неделю. МИД республики Арцах выступил с заявлением в связи с прекращением газоснабжения, отметив, что поведение Азербайджана не что иное, как гуманитарный терроризм. Как сообщает прослужба в этом, что в заявлении говорится, власти Азербайджана вновь сорвали газоснабжение Арцаха в очень холодных погодных условиях, лишив населения важного ресурса отопления. Этот вопиющий поступок является очередным проявлением ненависти и национализма. Министерство иностранных дел республики Арцах строго осуждает политику Азербайджана и обращается к международному сообществу с настоятельной просьбой дать адекватную оценку содеянному. МИД Арцаха выступил с заявлением в связи со 102-й годовщиной армянской резни в городе Шуши. Мы склоняем головы перед памятью невинных жертв массовой резни армянского населения города Шуши, осуществленной властями новосозданной Азербайджанской демократической республики 102 года назад с 22 по 26 марта 1920 года. Шушинская резня, активное участие в которой принимали турецкие офицеры и эмиссары, стала очередной попыткой перенести геноцид армян уже в Восточную Армению в контексте реализации пантюркистской идеологии, говорится в заявлении. Как в 1920, так и в 2020 году Азербайджан стремится не просто уничтожить армянское население города, но и стереть его историю, культуру и дух. Этой стратегии Азербайджан продолжает придерживаться и сегодня, подчеркивается в заявлении. Президент Армении Вааган Хачатурян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китайской народной республики в Республике Армении Фан Юнам. Как сообщает пресс-служба президента, стороны коснулись повестки двусторонних отношений, обсудили перспективные направления сотрудничества и возможности расширения взаимодействия по разным направлениям. Министр юстиции Армении Карен Андреасян принял посла ФРГ в Республике Виктора Рихтера и координатора программ немецкого фонда международного правового сотрудничества в Армении Нелли Тумасян. По сообщению пресс-службы министерства, в ходе встречи стороны представили свои приоритеты и достигли договоренностей о дальнейшем сотрудничестве. Посол выразил готовность содействовать реализации включенных в повестку вопросов, а также укреплению и углублению двустороннего сотрудничества. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прогнозирует прекращение активных боевых действий в Украине в течение двух-трех недель. Как пишет корреспондент, такой прогноз он озвучил 22 марта. Ранее Арестович заявлял, что украинские военные уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную армию, то есть четыре из десяти, которые есть у РФ. Президент США Джо Байден подтвердил, что Россия использовала киперзвуковые ракеты в войне с Украиной, сообщает CNN. На встрече с руководителями ведущих компаний страны Байден также отметил, что Путин прижат к стенке и что есть явные знаки того, что он рассматривает возможность применения в Украине химического и биологического оружия. Президент Турции Раджеп Таип Эрдоган примет участие в экстренном саммите НАТО в Брюсселе. По сообщению турецких СМИ, в рамках саммита ожидается двусторонняя встреча президента Турции с президентом США Джо Байденом. Как сообщают турецкие СМИ, в рамках саммита ожидается двусторонняя встреча Эрдогана с президентом США Джо Байденом. Сообщается, что стороны в основном обсудят вопросы, касающиеся Украины. Отмечается также, что в рамках саммита президент Турции проведет двусторонние и трехсторонние встречи с другими главами государств. В ИК-2 города Покрова, где с 15 февраля проводились выездные заседания Лефортовского районного суда Москвы, вынесли приговор политику Алексею Навальному. По сообщению медиазоны, судья Котова приговорила Навального к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в 1,2 миллиона рублей. Срок отчитывается со дня вынесения приговора.